Кролики – существа подземного мира. Из цикла легенды давно минувших дней. От древнего Египта до «Донни Дарка» проявляется боязнь кроликов. Очумелые хвостики, большие глаза, длинные и заметные уши, вечно подергивающийся нос, на первый взгляд, кролик довольно симпатичен. Однако древние поверия о семействе Лепарида говорят об этом существе как о чем-то хитром, потустороннем и немного жутком. Оказывается, кролики вызывают древний страх, который передается по цивилизациям всего мира, от древних египтян до кельтских народов. Для многих бояться кроликов – это нормально, может быть, даже разумно. Для ирландцев, в частности, зайцы считаются коварными существами. Несмотря на принадлежность к одному семейству, между кроликами и зайцами существует различие. Келли Фитцджеральд, заведующая кафедрой ирландского фольклора и этнологии в Университетском колледже Дублина, не приминула подчеркнуть это различие. «Зайцы гораздо крупнее, они рождаются с шерстью и открытыми глазами. Они приходят в мир готовыми к борьбе», – говорит она, – «в отличие от «более мягкого, милого и уязвимого» кролика. Зайцы также родом из Ирландии, в то время как кролики прибыли с норманами в XII веке. «Зайц никогда не был одомашнен, но человек зависит от него», – отмечает Фитцджеральд. «Он является частью мира человека, но не совсем. Отстраненное существование зайца наделило его определенным мистицизмом в древнеирландских верованиях», – объясняет Фитцджеральд, – «и чувствам сверхъестественного и связи с потусторонним миром». В известной ирландской легенде под названием «Кража молочной прибыли» рассказывается о фермере, который замечает зайца, высасывающего молоко у коров. Фермер стреляет зайцу в ногу и бежит за хромым существом, преследуя его в норе. Под землей фермер находит раненую женщину, у которой из ноги течет кровь. Сказка заканчивается зловещим осознанием того, что это существо на самом деле ведьма. Это одна из разновидностей фольклора о ведьме и зайце, которая имеет несколько вариантов по всей Северной Европе. «В ирландской традиции люди обладают способностью превращаться в животных, таких как заяц», – объясняет Фитцджеральд. Эта сказка о преображенной женщине происходит в «самое волшебное время», по словам Фитцджеральда, – «1 мая». Это важное время в кельтском году, известное также как «Первомай», знаменует начало сбора урожая, а также приглашает потусторонние существа. «Первомай, майский день, проходит ровно через полгода после Хэллоуина, конца сбора урожая. Эти два дня имеют самую тонкую завесу между этим и потусторонним миром», – говорит Фитцджеральд, – объясняя, что именно эти даты стирают границы между реальностью и сверхъестественным. Хотя заяц не вызывал особого страха у древнеирландских земледельцев, его почитали как умное, загадочное животное, на которое не охотились и не употребляли в пищу по словам Фитцджеральд. Зловещий заяц в этой истории создает ощущение, что «люди хотят тебя заполучить, применяя злую магию». Зайцев также ритуально хоронили в человеческих могилах в неолитических захоронениях в Ирландии. Связанные с плодородием и обновлением, пушистые существа играли определенную роль в древних ритуалах смерти. Сотни различных видов семейства лепарида обитают на всех континентах, кроме Антарктиды и Океании. Заяц также присутствует в древнеегипетских сказаниях, где он еще больше связан с подземным миром. Древние египтяне уделяли большое внимание загробной жизни, веря в важность таких ритуалов, как мумификация и подношение, для обеспечения жизни после смерти, о чем свидетельствуют тщательно продуманные надгробия и священные места захоронений. После смерти люди должны были предстать перед Осирисом, правителем мертвых. Осирис либо благословлял людей на переход в загробный мир, либо проклинал их на уничтожение гризли. Иногда можно увидеть заячьи головы в группе других божеств в сцене Суда над мертвыми, где есть совет божеств, говорит Ники Нильсен, египтолог из Манчестерского университета. Есть также литература, в которой Осирис изображается с головой зайца. Согласно Плутарху, египтяне почитали зайца за его быстроту и остроту чувств, но форму животного также принимали некоторые божества подземного мира, пишет Ричард Х. Уилкинсон в книге «Полное собрание богов» и богинь Древнего Египта. Уилкинсон отмечает, что заяц также олицетворял богиню Венет и ее мужской аналог Венину, причем последний, иногда идентифицируется как форма Осириса. Пушистый зверек и смерть, казалось, шли рука обе руку. Язычники, греки и древние римляне считали зайцев символом плодородия, даже ассоциировали их с Афродиты, что привело к появлению фигурки пасхального кролика. Ассоциация зайца с рождением естественным образом связывает его со смертью, его стали использовать как символ воскрешения. Этим можно объяснить ассоциацию зайца с Осирисом, который воскресал после смерти. Но, похоже, боязнь кроликов не осталась в прошлом. Страшные кролики и зайца продолжают оставаться неотъемлемой частью современных повествований. В «Алисе в стране чудес» Льюиса Кэрролла печально известный, безумный мартовский заяц, отображает неистовое, возбужденное поведение зайца, который размножается весной. В культовом фильме ужасов «Ночь Лепуса» 1972 года община пытается уничтожить размножающуюся популяцию диких кроликов с помощью гормональной сыворотки. В результате эксперимента животные случайно превращаются из надоедливых постоянно размножающихся существ в огромных плотоядных монстров одичавшие кролики поедают людей. А в «Аутсайдерском опусе» 2001 года, Донни Дарко, есть жуткий персонаж Фрэнк, который метафорически изображен и как человек, и как кролик. «Зачем ты надел этот дурацкий костюм кролика?» – спрашивает его Донни, на что тот отвечает, «Зачем ты надел этот дурацкий костюм человека?» В фильме Фрэнк надевает страшный костюм кролика и погибает на Хэллоуин. Однако кролик приобретает сверхъестественную роль, Фрэнк в полном кроличьем обмундировании появляется в виде неживой формы, которую может видеть только Донни, и направляет его в загробный мир. Семейство лепарида обладает качествами, которые продолжают мистифицировать и очаровывать. Будь то быстрота, плодовитость или их подземная среда обитания, они обладают чем-то изначально нечеловеческим, что придает им непостижимые свойства. Для Фитцджеральд понимание животных через потусторонние атрибуты, как это делали древние ирландцы, имеет смысл. Сегодня западное общество совершенно оторвано от мира природы. Замечательно, когда оглядываешься на эти традиции, говорит она. Детские книги позволяют увидеть, как мир интерпретируется через животных. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания Josh Club и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта.